Всем приветчики, ребята! Доброе-доброе утро! Как же на улице хорошо! Кайф! Солнце еще только встает. Я тоже только проснулся. Время на улице 5 утра. Я собираюсь в Краснодар вместе с папой. Я повезу его на железнодорожный вокзал. Он отправляется у нас в небольшое путешествие. И через 5 дней он уже снова вернется домой в Краснодар. Вот такой сегодня у меня завтрак. Вот это домашняя продукция. Это грудинка копченая. У нас в мини-маркете продается. Обалденно вкусная. Это колбаска. Это тоже местный, будем так говорить, производитель. Это колбаса каневская, сервилат. Это тоже местное производство. Это Татьяна Викторовна. Она пекла пирожков с капустой. Хлеб аляска, хлеб ржа. Яйца отварные. Что-то я вчера отварил, начал чистить. Они так чистятся плохо. Я не знаю, с чем это связано. Еще купил на рынке вчера мед. Мед глючишный. Но, знаете, что-то... Он, конечно, не такой, как я покупал в немецкой деревне. Там есть тоже мед. Прямо называется ларек. Он так и называется мед. Там я в нем покупал бан-чай. И покупал мед глючишный. Там алтайский был. Он намного вкуснее. Прямо намного. Но, тем не менее, что есть, то и еди. Еще раз всем доброе утро. И всем, конечно же, приятного аппетита, кто собрался позавтракать. А может быть, не позавтракать. Может, просто пообедать. А может быть, поужинать. Но тоже собрались. Все, мы с папой уже в машине. Папа рассказывает, как они учили таблицы вчера с удочкой. Я говорит, я читал, читал, читал. Она не запоминает. Я говорю, буду читать, я буду учить. А ты-то не учишь. Прочитала два раза все выучила. Молодец. Вот сегодня они должны на 4. Но она говорит, баба, я и так устала. Ну, она такая у нас девча. Не, но она говорит, она сама будет учить, потому что она заинтересована. Никуда она не денется. Все, она выучит. Нам за лето надо выучить таблицу умножения. Обязательно. Обязательно надо выучить, потому что второй класс там уже... Да, диктанты надо писать часто. Все надо делать. Ну, будут заниматься, что ли. Отдыхать надо тоже время. Надо, чтобы куда-то съездили, отдохнули, чтобы ребенок... Обязательно. Обязательно. Так, гоним в Краснодар. Почему здесь вода все время спит? Канализация прорвала, уже 3 дня вызывала. Женщина вот это вызывала. Они все едут, посмотри, уже откуда. Я еду каждый день и понять не могу, откуда вода. Но это канализация такая, видимо, стирают или что, потому что запаха нету туалетного. Они в туалет все на улицу ходят. А, здесь же общая канализация. Здесь же нет, это не септики, это у нас септики. Да, 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 да. Все, гоним в Краснодар. Приехали на вокзал, добрались быстренько вообще, за полчаса долетели. Вот он, старый советский вокзал. Все, папу оставляю, сам гоню обратно домой. Все, давай, счастливого пути. Водочка. Давай, Симон. Отдыхник, все будет. Хорошо, давай, как-то. Ну вот, папу я и отвез. Еду обратно домой. Один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 поменяем его этот штакетник пока так оставим ничего критично все отлично все будет хорошо ну и вот результат с двух метров ничего не видно даже никаких царапин если вот подойти поближе приглядеть то да вот они ну как бы ребят куда деваться там он вообще мне штукикины погнуты надо будет их заменить это я буду позже еще шоркать когда вот кучу с песком уберу буду пробовать еще отмывать шоркать тут прям лютая жесть здесь тоже если приглядеться до видно белесые пятна как и отшаркивал остались а есть закрыть глаза и не приглядываться вообще забор шикарный как-то так так чем займемся мне тут штуки тяну надо или подвинуть или заменить есть можно добавить сейчас подумаю делать вот она это что тетель пить сюда кошки пролазит поэтому надо что-то с ней придумать сделать наверное ее подвину а вот эту штукики вот эту надо заменить поставить сюда целую большую к датчик надо открутить и с той стороны также здесь сейчас буду сейчас буду делать о смотрите кто приехал юля уже с утра пораньше тетяна викторовна на рынок съездили на рынке надо отметить ну показывайте чего куда побежали где бархатцы я не понял а где бархатцы вот так вот тетяна викторовна была уверена что вы едете за бархатцами а ты чё купила чё это за палка и когда ты это все будешь сажать все это что за сетка затеняющая в смысле в общем ребят приехал строймастер я заказал под бассейн я пеноплекс и геотекстиль а также вот заехал по душу проф профнастилы и кровельных изделий мне уже в неделю делают уголки я зашел говорю ну чё там ну как там поживают мои уголки позвонили на завод ну туда в цех где делают и заказы до сих пор не сделаны ну я как бы сказал игру ну ребят ну как бы ну это не серьезно не серьезно со мной полностью согласились и заказ сразу же решили выполнить не знаю выполнят не выполнят но смысл такой что пообещали я сказал я говорю буду ждать я никуда не уеду я буду ждать поэтому сходи вот строймастер купил под бассейн материалы и и все пока и жду жду сейчас мне сделают эти углы материалы под бассейн мне привезут доставкой доставка здесь недорогая всего 350 рублей поэтому я даже не парюсь два угла дарили 30 30 и два угла до это язву ну все углы забрал заехал в апельсин в строитель в общем взял провод 33 на полтора 10 метров взял еще мешки под мусор взял клеммники вот такие лагерские буду фонарики монтировать все для этого уже позвонили с магазина уже доставка мне едет поэтому надо поторопиться сейчас провод не отрежут и бегом домой ребят я уже дома доставка позвонил одно что-то нету ну и я не тороплюсь в общем смотрите решено сделать как чтобы провода не было видно и чтобы соседям он не мешал и и все было хорошо и замечательно провод будет на моей территории поэтому все будет хорошо и замечательно можете не переживать я упущу вон там за балкой буду выводить его вот сюда вверх и также будут стоять вверху фонарики раз два три штуки и будет хорошо и замечательно так привези в техно не коль вот эта штука будет у меня под бассейном только знаете что я вот думаю перед этим все равно мне надо как-то взять какие-то длинные доски или длинные палки или длинные бруски и поставить на них уровень и прям по уровню выровнять видите потому что вот бугор там яма вот прям максимально сделать ровно постараться а потом уже вот выстилать эту техно не коль сегодня должен дождь пойти поэтому сегодня этим заниматься не буду если бы я знал сто процентов что его не будет я бы занялся именно это но так как я думаю что все таки будет дождь я занялся фонариками уличным освещением все-таки его надо доделывать уже тоже добить его надо мне сам интересно как есть этих из тест еще пока не знаю в общем почему и для чего я все это делаю смотрите у меня же должен сюда провод заходить и выходить правильно ведь правильно как сделать так чтобы он зашел и вышел надо опять делать отверстие вот так провод прокидывать да и вот сюда выводить ну я не вижу никакого смысла вот так вот кругов разогнем просто обрежем я аккуратненько здесь ничего видно не будет все будет аккуратно провод снизу вот так зайдет вот сюда сверху здесь он выйдет пойдет за балку и вот так вот по креплением вот и тебя я дальше еще не сделки пленим и на следующую балку так это все будет у меня выглядит мероприятие спасибо любимая итак промежуточный результат мы с доченькой одели провод в гофру вот он немножко болтается не сильно еще пока закреплен как следует хорошо вот у меня подходит гофра снизу подается питание да здесь будет подаваться по этому проводу пойдет питание дальше теперь мне надо надо все соединить и запитать фонарик вот как все это у меня выглядит для этого я и дел здесь отверстие да сейчас многие скажи ты же не хотел там делать пропил ну пропилил часа гофру заправлю еще здесь более аккуратно чтобы провод не перевязал ведь под заправить просто надо и все вообще будет огонь огниво теперь пропилил надо будет еще на самом фонарике в этом месте сделать потому что тут у меня идет провод и все будет круто и замечательно ребят я же совсем забыл что у меня здесь должно стоять фото реле но пока его не будет потому что его пока не купил поэтому отверстие у нас снизу осталось этот провод у нас длины достаточно поэтому что сделаем мы сейчас пока запитаем все так как есть сейчас сюда еще у нас фонарик уйдет я буду вот на руки и двойные ваги вставлять провода них будет достаточно то есть вот этот два с половиной сечения вот этот полторашка вот полторашку я буду сажать вместе с фонариками а два с половиной отдельно и в общем короче я вам покажу все вы поймете все так будет ясно так когда я куплю фото реле я этот провод я просто фонарик отключу провод этот мы опустим вниз ну так же как вот он сейчас есть грубо говоря да либо вообще мы его вытащим у нас здесь уже все для этого есть мы можем просто вытащить сделать здесь вот например сбоку фото реле чтобы до света можно ну как можно было больше обратно провод заведем уже фонарик и у нас будут фонари включаться только тогда когда уже гаснет свет а принудительно я их буду выключать на клавиши там дома возле входа пока будем только принудительно включать выключать видео для тех кому нравятся такие видео вот смотрите мне конечно очень очень неудобно одному было бы уметь четыре руки было бы удобнее видите в один клеммник у меня один провод входит с течением два с половиной а во второй полторашка и фонарик и всего и огонь бомба и все держится главное вот эти мягкие которые с фонариком с края вставлять эти они крайне так теперь мы все это будем крепить мое чудотворение сейчас юля включить свет горит любимая все хорошо отлично ну что ж продолжим второй светильник готов так сейчас я вам покажу его поближе чтобы он все было понятно вот так здесь все это выглядит один провод идет заходит 2 выходит все останется третий светильник у меня сейчас давайте проверим его так я включил уличный свет пойдемте посмотрим загорелся ли у меня второй светильник нет не горит а там другая клавиша у него капец вот это у меня была сейчас такая измена небольшая теперь пойдем дубль 2 проверять дубль 2 ну да конечно же все же горит отлично сейчас еще один из всего на сегодня смотрите как юля кашпо повешал красивые бородачи до кольцо надо фундамент надо облагораживать все надо делать все надо делать остался один фонарик но здесь как бы все просто поэтому я даже ничего снимать не стал провод видите как идет по моему навесу они по соседскому забору поэтому все хорошо и замечательно никто не пострадал да и вообще в дальнейшем я намерен вот этот верх верхушку вот это вот так вот зашить поликарбонатом вот так же как у папы вот зашито также и здесь зашить просто отделить парковку от соседского дома и меньше шума от меня когда я машину запускаю и меньше постороннего как говорится взгляда но это конечно утрирую потому что тут и так все видно и соседи у меня замечательные хорошие приветливые дружелюбные мы с ними общаемся как бы нормально поэтому даже если бы этот провод шел вот именно там по желобу я думаю что никаких бы проблем и разногласий у нас с ними бы ну совершенно не было я я вот уверен тем более у меня есть номер телефона хозяина и хозяйка здесь дома как бы я всегда могу позвонить или зайти и спросить и и любой вопрос именно эту тему решить как поэтому не надо писать там как ты там на соседский забор поешаешь там свой провод что такое да нормально ребят нормально мы еще нормально живем с ними вот у них антенна на моем заборе вот висит в мою сторону смотри я не бегу и не кричу там снимите антенну она мне висит воздуха моего портит будьте проще меня уголок еще ждет будьте проще не надо так напрягаться и все будет замечательно так вот остался один фонарик ну и показывает здесь особо ничего я очень просто подключу еще девчонки у нас вовсю копают огород опять что-то садит вот эти розы мы купили на рынке смотрите эти сорт вот этот мишка что ли или как он называется в общем у него прикол такой он днем стоит и загибается вечером юля поливает да вот он вечером юля поливает он напивается и поднимается и такой бутон у него прям шикарно я не знаю говорит куда садить эту розу любит тень капризный любит влагу еще ужас куда вот эту розу на шиповник смотрите похоже как будто дичка какая-то вон они что-то копают сейчас пойду спрошу чем быть начнут бубнить или все-таки скажут нормально ну рассказывайте чё садите что а кто это такой в смысле есть жимолость это кустарник ягодная есть а зачем тогда она нужна а вот у меня не надо вот смотрите вот у меня вот черешня соседская растет вот какая красота да скоро кушать я чё сделаю я возьму здесь горшочек подвешу вот так вот это веточку опущу в этот горшочек буду поливать каждый день все она корешочек даст я ее возьму и здесь посажу вот и все не получится что ли почему ну короче я я же супер селекционер идея то у меня была неплохая ой смотрите вон там какая у них черешня у соседи обалденно я точно стремянку поставлю а вы посмотрите юля посмотри вот это черешня обалдеть но я тут на будочку встану еще пощипаю немножко смех смехом лучше напишите мне в комментариях как делать планировку участка чтобы он был ровный научите меня научите меня пожалуйста я хочу бассейн поставить чтобы ровно ровно был или ссылку киньте мне какую-нибудь какой нужен измерительный инструмент может какие-то лазерные там я не знаю там указки круче что мне сделать ну все ребята последний фонарик готов теперь у нас светло тепло и мухи не кусают сделаю еще под съем когда полностью стемнеет ну вот смотрите темнеет у нас быстро вот уже стемнело от фонариков он как светло короче мне как бы хватит вот этих трех фонариков больше чем предостаточно потому что и судить вот по этим фонариком света хватит вполне вполне хватит ночью вообще все отлично больше и не надо хотя в принципе можно было и сюда парочку бахнуть ваших хотя знаете но они конечно ни к чему потому что будут светить в окна на это ни к чему вот таким сегодня небольшим был влог ставьте лайки подписывайтесь на канал завтра будем разбираться с подложкой под бассейн я надеюсь штакетник то что я сегодня не додел короче найдем чем заняться всем пока пока ребята удачки